Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу к вам обратиться с таким необычным текстом. И я специально выбрал такой заголовок, чтобы немножко некоторых шокировать, и чтобы кто-то подумал, о боже, что это он сейчас нам расскажет? Как это так? Это какая-то ерунда! Ребята, это не ерунда! Значит, я действительно убежден, что сегодня привычка снимать ролики, снимать обзоры какие-либо и вообще общаться посредством записи своих видеороликов, это невероятно важный навык, которым должны овладевать наши с вами дети и владеть им лучше, чем мы. Потому что сейчас это, можно так сказать, язык общения и способ донести свою идею, свои мысли. Это возможность презентовать себя, это своего рода практика публичных выступлений, потому что я по своему ребенку наблюдаю, и не только по своему ребенку. Мой ребенок — это, знаете, такая приятная для меня близкая иллюстрация того, что я вижу, какие я вижу плюсы в том, чтобы снимать свое видео, свои ролики. Причем я сейчас, когда говорю о своих роликах, я не имею в виду четко те ролики, которые вот вы сейчас смотрите, когда ты там стоишь и что-то рассказываешь. Это могут быть какие-то сюжеты, это может быть все что угодно. Но в чем идея, почему это интересно и почему, мне кажется, это важно? И больше, знаете, этот ролик, конечно, не для того, чтобы, может быть, знаете, сильно разрекламировать вам это, а для того, чтобы вас смотивировать в каком-то смысле не препятствовать этому процессу и относиться к этому процессу с уважением, когда ваш ребенок это делает. Значит, и у своего ребенка, и у других я наблюдал такие вот определенные, знаете, как фазы роста. Значит, первые пробы. Ну, сейчас может вам показаться, и мне, я так тоже на это смотрю, что этот механизм существует практически везде. Первые ролики, первые пробы — это как-то все вот так вот скомканно, как попало, лишь бы было. Потом начинаются какие-то нюансы интересные, пониматься, да, что, а можно качество получше, а можно отдельно звук, а можно лучше дать свет, а просмотром, большим, скажем так, популярностью и большее количество просмотров вот здесь вот у этих роликов. Почему? Что я туда вкладывал? В каком я был настроении, когда это записывал? «Ой, а я пишу на одну и ту же тему, и, видимо, мне необходим какой-то чек-лист для того, чтобы я четко действовал по, так сказать, определенному алгоритму, и всегда тот, кто меня смотрит, определенным образом знал, чего ожидать». Ну и так далее. И вот это все, если ваш ребенок будет по этим стадиям потихонечку карабкаться, а если он будет, если вы не будете препятствовать его увлечению, и оно будет каким-то образом там происходить, то это все равно произойдет. И что получается потом? Потом ваш ребенок приходит, так сказать, к какому-то этапу взрослой жизни. Может быть, это поступление в университет в другом городе, в другой стране. Или уже такие делает самостоятельные какие-то попытки придумать свой бизнес или что-то, да. У него в кармане есть один отличный козырь. Если он увлекается, и вы не препятствуете, да, вот этой записи видеороликов, он может очень четко и понятно, не стесняясь донести свою идею, свою мысль до тех, кому предназначен будет его продукт. Причем его продукт может быть абсолютно любым, да. Итак, резюме моего видео и моего к вам обращения. Способствуйте, поддерживайте, не запрещайте такое увлечение, как запись своих роликов, введение своего какого-то видеоблога. Это невероятно важный и классный навык развития вашего ребенка. Современный классный навык. Вот и все, что я вам хотел сегодня сказать. До встречи в следующих видео. Будем оставаться на связи.